Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное, внутри себя мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Вы просто частичка жизни, не так ли? Это так? Нет, нет, это неправда. Сейчас вы — набор мыслей, эмоций, идей, мнений и предрассудков, но не частичка жизни. Если бы вы просто сели здесь как частичка жизни, не как мужчина, женщина, то или это, не как мысль, не как эмоция, а просто как частичка жизни, тогда вот это естественным образом бы реверберировало со всем мирозданием. Сейчас вы слишком много инвестировали в маленькие вещи, такие как зарабатывание денег и обладание чем-то, и вы все упускаете. О, разве мне не стоит обладать тем или этим? Обладать — это не проблема, но цепляться — вот проблема, не так ли? Обладание — это не проблема. Спустя некоторое время вы становитесь тем, что имеете. Представим, что этот сосуд принадлежит вам. Представьте, что это ваш сосуд. Скажем, вы унаследовали его от вашего прадедушки, и сосуд сделан из золота. На самом деле, ничего из этого не является правдой, но давайте представим, что это так. Если мне нужно причинить вам боль, мне не обязательно приходить к вам и бить вас. Все, что мне нужно сделать... Жизнь уйдет. И это происходит с вами. Возможно, вы не унаследовали золотой сосуд от вашего прадедушки, но каждая маленькая вещь, которую вы приобретаете, в некотором роде забирает вашу жизнь, не так ли? Мы приобрели все эти вещи, думая, что они наполнят нашу жизнь. Мы приобрели эти гаджеты, потому что думали, что они наполнят нашу жизнь. Сейчас же этот гаджет превратился в помеху. Мы не можем перестать постоянно проверять его. Во время сатсанга с кем-то идет переписка. Коммуникация, конечно, происходит, но не единение. Так что... Как только вы приходите сюда, вам не следует уходить, не опознав всю глубину и масштаб этой жизни. Не так ли? Никто не должен уходить, прежде чем познает это, потому что все остальное зависит от разных обстоятельств. Мы не знаем, пробежите ли вы 100 метров за 8 секунд. Да? Вы не можете этого сделать. Мы не знаем, заберетесь ли вы на гору Эверест или нет. Мы не знаем, сможете ли вы заработать миллиард долларов или нет. Однако возможно следующее. Вы можете исследовать всю глубину и измерение того, чем является вот это, потому что для этого вам не нужно ничего разрешения. Вам ничего не нужно. Если вы открыты и готовы, оно здесь. Не так ли? Вы можете хотеть взойти на Эверест, но ваши легкие могут быть неготовы, ваши ноги могут быть неготовы. Это работает не так. Оно не требует никакой определенной способности, никакой определенной ситуации. Только ваша готовность. Но ваша готовность приходит по частям. Ничего плохого в этом нет. Если бы ваша продолжительность жизни составляла 10 тысяч лет, ничего плохого в этом бы не было. К счастью, ваша продолжительность жизни не такая, потому что если бы вы остались здесь на 10 тысяч лет, каким несчастным стал бы этот мир. Не так ли? Можете думать, что хотите. Но это хорошо, что у вас есть дата истечения срока. Разве это не хорошо? Вы замечали, что в определенные дни, когда вы очень радостны, 24 часа пролетают словно одно мгновение. А если вы несчастный и депрессивный, один день тянется словно целая вечность. Так что только несчастные люди живут долгую жизнь. Радостные люди, даже если живут 100 лет, для них это слишком короткое время. Все закончится прежде, чем вы поймете, что происходит. Правда? Жизнь закончится слишком быстро. Но если вы несчастны, вы будете жить долго. Так что это очень короткая жизнь. И все, что имеет первостепенное значение для этой жизни, должно произойти как можно раньше, а не послезавтра. Не так ли? Сегодня. Жизненный процесс не ждет. Вам нужно понять, что ваша жизнь – это всего лишь определенная комбинация времени и энергии. Энергией мы можем управлять, временем мы управлять не можем. Оно уходит. Не имеет значения, бодрствуете вы или спите, хорошо вам или плохо, вы счастливы или страдаете. Оно уходит. С тех пор, как я начал говорить, вы стали на две минуты ближе к могиле. Да или нет? Вы не можете управлять временем, оно просто уходит. Вы можете управлять только своей энергией. Вы можете управлять своей активностью. Вы можете управлять тем, как вы используете время. Но вы не можете управлять временем. Оно ускользает. Не так ли? Так что, если вы осознаете, что ваша жизнь – это просто определенное количество времени и энергии, вы, несомненно, будете инвестировать в вашу энергию наиболее значимым для вас способом, не так ли? Но если вы не понимаете этого, если вы намеренно забывчивы о краткосрочности жизни и ведете себя так, будто будете жить вечно, да? Вы же вечны. В повседневной жизни вы не осознаете, что моя жизнь закончится, а это может произойти сегодня. Смысл не в том, чтобы испытывать страх, просто быть в гармонии с фундаментальными фактами жизни, что это возможно, что наши жизни могут закончиться сегодня, не так ли? Возможно? У нас нет такого намерения, мы не ищем этого, но это возможно, не так ли? Если вы упустите это, тогда вы упустите всю свою жизнь. Если вы не понимаете, что у вас есть дата окончания срока и она установлена не как для лекарства в аптеке, что еще гарантированно есть два года жизни, это может произойти в любое время. Если вы упустите этот фундаментальный факт, можно совершенно точно сказать, что вы упустите всю свою жизнь, потому что все, что жизненно важно, будет завтра, а завтра никогда не наступит. Познать жизнь — это не какое-то сверхчеловеческое усилие. Если вы перестанете быть какой-то другой ерундой и просто станете жизнью, которой вы и являетесь, познание жизни будет от вас недалеко. Оно прямо здесь. Если вы способны видеть прекрасное, то только потому, что носите прекрасное внутри себя, мир подобен зеркалу, в котором каждый видит свое собственное отражение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова